Заветная мечта армян Карабаха Карабаха с матерью Арменией, заявил омбудсмен остатков сепаратистского формирования в зоне временной ответственности российских миротворцев Гигам Степанян. «Расплываясь в улыбке, да разве же мы против, дорогой ты мой человек? Мы, наоборот, готовы всячески благоприятствовать процессового соединения с матерью Арменией тех армян Карабаха, которые не хотят принимать азербайджанское гражданство. Денег на дорогу не обещаем, но вещи упаковать поможем. Даже водички вслед плеснем, чтобы дорога была гладкая, а жизнь в Армении — сытая и сладкая. И президент Азербайджана не раз заверял, что мы не собираемся никого насильно удерживать, а чтобы уехавших в Армению или куда там их душа желает, не гладала тоска по горам и долинам Карабаха. Могу посоветовать взять горсть земли и завернуть ее в платочек. Это древний красивый, а потому и правильный обычай, не возражаем. Но только один платочек, не больше. А то мы вас хорошо знаем, любите вы уходя дома разрушать и стены свиной кровью мазать. Не надо. Расстанемся, пока что хорошие вы наши, по-доброму. Нам ни лишняя кровь не нужна, ни головная боль. На выход с вещами. Вси богом, не задерживайтесь. Именно эти простые реалии позволяют нам утверждать, что карабахское движение — это не сепаратизм, это не самоцель, а естественное стремление и право части нации на присоединение к родине, от которой они были искусственно и несправедливо разделены, взлетает в свои патетики степанян. Замечательная логика. Хочу продолжить словесный ряд. Убийство — естественный процесс, которым сопровождается развитие цивилизации и расширение сферы влияния. На заметку грузинским товарищам. Советую обратить внимание, что в списке мест, где объединились армяне, фигурирует не только наш карабах, но и ваша Джавахетия. На войне с сепаратистами Абхазии армянский батальон имени Баграмяна отметился тем, что его бойцы любили добивать раненых грузинских солдат. Еще бы, на беззащитного меньше пуль и энергии идет, а умения вообще не надо. И не забывайте о том, что в Армении уверены, Тбилиси — армянский город, и это мы дали грузинам христианство и алфавит. Мхедрули — это заслуга Маштоца. Так что я бы на вашем месте заранее подумал бы, а не помочь ли кое-кому в Джавахетии воссоединяться с матерью Арменией. Намекните им о том, что желающие могут покинуть Джавахетию как можно скорее. Армении нужен выход к морю, так что вы хорошо подумайте и не забывайте о нашем печальном опыте, потом может быть поздно. Но и это еще не все. Вообще-то это был ответ самозванца Степаняна, самозванцу Рубену Варданяну, который заявил, что арцахцы никогда не стали бы просто частью Армении, одним из ее регионов. Это сложная конструкция, требующая достаточно серьезной проработки. То есть налицо внутренний конфликт среди сепаратистов, где омбудсмен — человек Армении и выступает за воссоединение, а госминистр — человек из России, считающий, что два армянских государства лучше, чем одно, и пусть Армения пользуется покровительством Франции, а Степанакерт — Россией. Одному мне кажется, что наша прямая обязанность — углубить раскол между сепаратистами, играя на противоречиях и интересах их покровителей? Думаю, что так представляется не только мне, и у наших соответствующих органов есть свои люди в Гаване. У соседуши крепко засело в голове, что на всех не хватит, и добрая воля, и доверчивость — это несусветная глупость. Потом удивляются, получая соответствующие к себе отношения. Не жизнь, а мультик про крошку енота. Сначала подходит к пруду с палкой и корчит рожи, потом пугается, бежит через джунгли, обдирая бока, и громко жалуется покровителям на страшного и с дубинкой, который сидит в пруду. В своеобразной логике, конечно, не откажешь, но именно она и заводит в тупик. Двух армянских государств не будет. Меатсума тоже. Выбор невелик — переезд, принятие азербайджанского гражданства или гибель при оказании сопротивления с предоставлением гуманитарного коридора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова